И чуть подробнее эта тема обсуждается в приложении к данному уроку в разделе «Экзегетика». Там как раз последовательно перечисляются возможные варианты логической связи между двумя действиями. То есть как именно действие причастия может быть связано с действием главного глагола. Ну давайте пробежимся по этим вариантам. Они больше значимы именно для толкователей, чем для переводчиков. Но в конце концов ради толкования мы языка изучаем. Первая категория – это причастие времени. Соотношение по времени автору и хотелось бы указать. Мол в качестве примера приводит из Евангелия от Матфея 4.2 «Нистеусас, устерон, эпейнаса». Форма вам может показаться незнакома. Это аорисное причастие. Ну нам мы просто вообще говорим об употреблении причастия. Поэтому не только причастие настоящего времени. «Попастившись, он был голоден». Ну да, в общем, можно перевести причастием времени. Когда он попастился, после того, как он попастился, он был голоден. Хотя здесь больше похоже по смыслу на причину. По той причине, что он попастился, он был голоден. Мне кажется, пример, который был в уроке, когда он проходил, он увидел левия, гораздо лучше подходит. А вот проходил, увидел те левия, просто два слова связаны между собой действия. А здесь скорее бы подошла причина. Вообще нужно сказать, что любое, практически любое причастие, можно назвать причастием времени, обстоятельственное причастие. То есть, ну вот как-то по времени соотнесены действия причастия и действия глагола. Но, как правило, это такая вот категория, на которую реже всего следует ссылаться. Ну да, по времени они соотнесены, но хочется найти какую-то более тесную связь по смыслу. Второй пример. «Эухаресто тендесен поиуменос» из послания филиппийцам. «Я благодарю молитву, совершая». Ну и вам предлагается вариант тоже, толкование причастия как причастие времени. То есть, я благодарю в то время, когда я совершаю молитву. «Я благодарю, когда я совершаю молитву». Ну и здесь вполне возможное соотношение. Опять-таки, кстати, тоже вопрос толкования. «Я благодарю» посредством того, что совершаю молитву. Поэтому это причастие можно истолковать и как причастие средства. Вообще, причастие для толкователя, не для переводчиков, для толкователя – это особая головная боль. Причастие, говорит, два действия связаны. И толкователь должен решить, как они связаны. «Я благодарю» в то время, когда я совершаю молитву. «Я благодарю» посредством того, что совершаю молитву. Понятно, что в данном случае не какая-то принципиальная разница. Не столь катастрофичная разница, как с Осиром, который, будучи праведен, решил отпустить Марию. То ли потому, что был праведен, то ли несмотря на то, что был праведен. По контексту, кажется, скорее потому. Но причастие позволяет два истолкования. Здесь не слишком далеко от стоящей друг от друга категории. Но все-таки мы выбираем, соотношенны действия просто по времени или есть какая-то более тесная связь. Как пример о более тесной связи, например, следующий пример. Причастие образа действия. Услышав же это слово, юноша отошел печалясь. Отошел действие. И образ действия, то есть как это выглядело, каким образом это происходило, печалясь. Кстати, здесь в этом предложении есть еще одно причастие. Аку-сас, аорисное причастие от глагола ако, услышав. И оно явно описывает причину. По той причине, что юноша услышал это слово, он отошел печалясь. Ну, он отошел, и вот состояние его предхождения печали. Видите, есть главный глагол отошел, и два причастия, описывающие причину того, что он отошел, и описывающий образ действия, как именно он отошел. Следующий пример – причастие средства. Из первого послания Коринфянам 4.12. Мы трудимся, работая своими собственными руками. Главный глагол здесь, мы трудимся, и как именно осуществляется труд, каким средством осуществляется труд, работая своими собственными руками. Следующее причастие причины. Причастие «пепистелкос» – это перфектное причастие, кстати, видите, удвоение типичное для перфекта, но здесь есть их причастие. «Он возрадовался со всем домом, уверовав в Бога». Ну, или, если хочется как-то в виде предложения расшифровать вот эту причастную идею – «потому что уверовал в Бога». Ну, хотя «уверовал в Бога», опять же, приводит причастие, как видите, выглядит вполне замечательно. Причастие может выражать условия, мы с вами уже обсуждали сегодня этот текст из Матфея 21.22. «Все, чего бы вы не попросили, веру я получите». Вот эта вера подразумевает некое условие. «Если верите, то получите». Причастие может выражать уступку. Если по поводу значения уступки мы спорили в случае Иосифа, то вот, например, в тексте уступка звучит вполне хорошо. «Кай хумас онтас некрустайс пратомасин вас». Ну, как «будучи мертвы, хотя вы были мертвы в преступлениях ваших». Ну, там, на самом деле, очень длинное предложение, только через несколько стихов будет «Ажевотворил». То есть «вас, которые были мертвы при выступлениях, ажевотворил, спас, посадил» и так далее. Вот там Бог сделал, но он сделал, несмотря на вот это вот состояние, что мы были мертвы. Причастие может выражать цель. Это довольно, ну, может быть, нетипичное для русского языка употребление. Особенно пример, который вам приведен, он смущает. «Афэс, Идомэн, Эй, Эхэтай, Элиас, Сосон, Аутон» из Матфея 7.09. Давайте посмотрим, придет ли Илья спасти его. «Сосон» — это очень редкая форма причастия будущего времени. Всего, по-моему, 12 штук на весь Новый Завет причастий будущего времени. Остальные — это настоящее время, а ворист и перфект. И причастие будущего времени, их так-то просто, так просто и не переведешь на русский язык, но там, где они встречаются, они почти всегда обозначают цель. И цель в русском языке не причастиями, а инфинитивами передается, поэтому здесь переведено «Придет Илья спасти его». Поэтому, если вы столкнулись с причастием будущего времени, вот эта самая странность формы вот этого причастия будущего времени, она уже должна вас подтолкнуть к поиску какого-то перевода. Но если не для… не в случае какой-то странной формы причастия будущего времени, а все-таки более-менее обычной формы, давайте «Евангелие от Луки» посмотрим. Десятая глава. Двадцать пятый стих. Такое предисловие к истории о Добом Самаринине. «Кай иду намеку стис, а не сте эк пиразон аутон легон, дидаскале, ти поэса зоэ, ай о неон клэроно мэса». И вот законник некий встал, и дальше у нас причастие «Эк пиразон». Ну, «Эк пиразо» – «искушаю». Встал, искушая его, говоря. Легон – это причастие от глагола «легон». Да, вот видите, он окончание, глагол нам известный. «Искушая его, говоря». Учитель, что мне сделать, чтобы жизнь вечную я унаследовал? И в данном случае причастие «искушая», мы можем «стал», «искушая его», говоря, ну, так как-то захоронить, хотя чуть-чуть коряво, но в принципе мы понимаем, что он стал для того, чтобы его искусить. И поэтому можем перефразить, законник некий стал, чтобы его искусить, и сказал, ну, или как-то по-другому мы это перефразируем. Так что вот причастие будущего времени, конечно, выражают цель, но это редкая конструкция, но вот вам пример и с причастием настоящего времени. Причастие также достаточно регулярно в греческом языке выражают результат. И это тоже не всегда вот так вот легко прочитывается с точки зрения русского языка. Ну, вот пример, который вам приведен из послания к эфесянам. Чтобы двух сделать в себе одним новым человеком, делая мир. «Пой он» — это причастие от глаголов «пой эло», ну, вам знакомое, «пой и». Окончание «он», «эпсилон», конечно, слилось, как и всегда в следных глаголах, это уже вам знакомый эффект, но вот делая мир. То есть из иудеев и язычников Бог создает нового человека, и в результате это делает, устрояет мир. Ну, или давайте еще один интересный пример посмотрим, где с большой вероятностью мы имеем дело с причастием результата, но пример интересен тем, что спорят по поводу категории употребления причастия. Это послание к эфесянам, пятая глава. Ну, мы прочитаем там. Мы прочитаем с 18 стиха. Ну, и так далее. И не упивайтесь вином, в котором распутство, но будьте исполняемы духом. И дальше смотрите, причастие ла лун, тес, видишь, уфикс «энтэ», говоря, ну, в данном случае, друг к другу, себе, ну, в смысле, в контексте друг к другу, псалмами и гимнами и песнями духовными, айдонтэс, пая, кай, псалмонтэс, и, как, пая, и, там, вот, хэй, хэй, играя, тэ кардия хумонтэ курио, пая, воспевая в сердцах ваших глобо, эухаристтумтэс, благодаря пантоте хупер пантон, эн ономатит у курио хумон, Иису Христу, то тео кайпатри, благодаря всегда за все во имя Господа нашего Иисуса Христа, Отца, Бога и Отца, И двадцать один, хупатасомума мэной, алэлус эн фобу Христу, подчиняясь друг другу в страхе Христу. Ну, давайте, вот, видите, на все это посмотрим, то есть, будьте исполняемы духом, говоря, пая, воспевая, благодаря, подчиняясь. Вот, целая серия действий, связанных с действием главного глагола, а именно глагола, глагола исполняться. Как исполнение духом связано с всеми этими действиями? Ну, некоторые считают, что это средство, то есть, когда мы поем, благодарим и подчиняемся, мы исполняемся духом, но, как бы, порядок изложения в тексте, сначала говорится об исполнении, а потом о других вещах, и то, что исполнение и раньше описано, какие-то условия исполнения раньше в тексте описаны, подталкивают нас к другому прочтению, а именно, мы исполняемся духом, и в результате у нас появляется способность и воспевать, ну, что-нибудь, может быть, не очень сложно, и благодарить Бога за все, и учитывая широту этого все, это уже посложнее, и подчиняться друг другу, что многие совсем не любят. Вот в действии духа мы находим силу и для поклонения, и для прославления, и для правильных взаимоотношений. Опять же, это вопрос толкования причастия. Как видите, довольно широкий спектр значений у причастия. Практически всегда мы можем перевести идею причастия, но если мы займемся вопросами толкования, то мы должны ответить, что это такое. Это образ действия, это средство, это причина, это условие, это уступка, это цель, это результат. То есть, как действие причастия по логике событий связано с действием главного глагола. Когда мы отвечаем на этот вопрос, мы истолковываем текст, и стараемся ответить на этот вопрос, текст мы толкуем лучше. Ну, и в конце параграфа у вас отмечено, что некоторые переводчики, длинные предложения новозаветные, где много причастий, зачастую делят на части, ставят точку, и причастие превращается в личный глагол, начиная новое предложение. Да, читать становится гораздо легче, но вот эта вот связь зачастую теряется, потому что автор использует причастие именно для того, чтобы указать связь между действиями. Давайте пару иллюстраций, где даже в синодальном переводе произошел разрыв, и в результате этого разрыва, кажется, важная связь в тексте, важные связи в тексте были утеряны. Ну, сначала послание Петра, первая, пятая глава, шестого стиха. И так, будьте смирены или смиритесь под крепкую руку Бога. Седьмой стих. Пасантен, миримнан, хемон, эпирипсантес, эпалтон, все заботы ваши, причастия, возложив на него, смотрите, что для нас сейчас важно, смиритесь под руку Божию, как возложив заботу на него. Здесь часто ставят точку, делают два отдельных предложения, и как бы два повеления, смириться под руку Божию, и возложить заботу. Ну, да, и то, и другое вполне справедливо, но мы теряем взаимосвязь между мыслями. А как я смиряюсь под руку Божию? То есть, что я должен для этого сделать? Оказывается, я должен свои заботы возложить на него. Вот это воскладывание забот, это и есть смирение, да, я воскладываю на него заботы, считаю, что он по своему разумению с моими заботами разберется, и, возможно, он разберется с моими заботами не так, как бы мне хотелось. Он своей дорогой поведет в разрешении моих забот, но как раз я и смиряюсь перед Богом, понимая, что да, вот он поведет, а первое послание Петра, оно написано в контексте такого очень сильного неприятия верующих со стороны окружающего языческого мира и злословия, и гонений, и страданий, и всего остального, и Петр вот и в четвертой голове говорит о страждущих по воле Божьей, Бог это может допускать, но тем не менее, вот возложив заботу на него и признавая его суверенное право в своей жизни, мы смиряемся под его руку. Поэтому это достаточно важная связь, поставив точку, ее можно разорвать и не заметить. И еще один пример важной связи послание к евреям, 10-я глава, с 24-го стиха. давайте будем внимательны друг к другу, для поощрения к любви и добрым делам, 25-й стих, «ме» «энкаталэйпонтэс, тэн, эпицунагогэс, хэлтон», «не оставляя собрания своего». Не оставление собрания грамматически подчинено к вот этой внимательности друг к другу. Обратите внимание на это. Очень часто в 25-м стихе ставят точку и его формулируют как независимое требование «не будем оставлять собрания своего». И когда мотивируют человека не оставлять собрания, ему говорят, ну слушай, если ты оставишь собрание, то в твоей духовной жизни начнутся проблемы. Без должного общения, без собрания и всего остального у тебя там все пойдет не так. Поэтому позаботься о себе и не оставляй собрания. Текст в другом. Будем внимательны друг к другу, поощряя для поощрения к любви и добрым делам, не оставляя собрания. То есть если ты оставишь собрание, то ты не сможешь другим проявлять внимание. Ты других не сможешь поощрять к любви и добрым делам. Если ты оставишь собрание, Это вопрос даже не вреда для тебя. Вот по тексту вот эта грамматическая связь показывает. Оставив собрание, ты не сделаешь чего-то, что сделать должен для других. И поэтому вот эта вот вся мотивация, не оставляя собрание, тебе же будет плохо, она в некотором смысле ориентирована на эгоизм человека. Ага, да, мне будет плохо, я не оставляю. Не оставляя собрание, другим будет плохо. Мотивация ориентирована не на эгоизм, а на то, что христиане призваны к любви и заботе друг о друга. И вот это должно сработать и оставить человека собранием. Но, видимо, это через грамматическую взаимосвязь между двумя понятиями. Так что не делите без нужды предложения на части, не отрывайте причастие от главных глаголов, не доверяйте переводам, которые это делают, встретив причастие, поищите для него главный глагол и ответьте на вопрос, какова взаимосвязь. Ну, честно говоря, в Новом Завете есть несколько причастей без главного глагола, просто сами по себе, чуть ли не по пальцам одной руки их можно было пересчитать. А во всех остальных случаях главный глагол можно всё-таки найти, и связь логическую, связь между двумя действиями стоит обсудить. Ну, как толкователи, пожалуйста, делайте это.